что такое вообще травматическое переживание или может быть даже не травматическое переживание вообще чтобы прорабатывать где мы ищем заряды и что именно нужно нам найти такое да чтобы вот из него какой-то урок извлечь чате представьте себе на что есть некий человек вот и у этого человека есть вообще для нас для большинства людей не стоит употреблять слова намерения дошла там куда-то идет в общем есть некий курс действий до соответствии с которым он действует ну некий вектор по жизни ну и есть такая штука которую скажем так зона комфорта так вот условно нарисуем для такого туннельчика что означает что это означает начать что до тех пор пока все что происходит в принципе находится в рамках вот этих вот каких-то границ да и не выходит за рамки известных мне отклонений в принципе себя чувствую более или менее комфортно но нельзя сказать что надо все что у меня в жизни происходит у меня происходит там по 10 бар по 10-балльной шкале всегда на десятку да то есть у меня все супер идеально в общем то что отличается меня вполне устраивает так живу на семерочку на восьмерочку да очень как то так вот то есть короче говоря ожидания всегда совпадают с тем что происходит в реальной жизни или более или менее совпадают датчик находится зоне комфорта тогда в принципе на любую ситуацию которая происходит вниз некая шаблонная реакция узнает на это реагирует он справляется с этим дает себя чувствует очень можно сказать успешным человеком смотрим что на то есть и он допустим движется куда-то там в отношении нет варианта номер один который находится в зоне комфорта но обычно тут для примера привожу такой упрощенный пример да но тем не менее да вот живет на свете нам черт книги чек вася ну и допустим у вас может быть есть какие-то глубинные потребности да но как-то посол конфликтов особо не происходит никаких он может быть никогда не задумался на тем в чем они состоят ну жизнь как-то идет он более-менее удовлетворен есть у этого вас это вдруг какой-либо петь и допустим у вас может быть есть глубинная потребность чтобы у меня был настоящий друг да вот у нее спеть одну и как-то там общем отношения между ними более или менее складываются в общем они довольны друг другу вот однажды утром петя там встает вася встает да но опять допустим соседки вода и он лишь думает ну пойду-ка я навещу своего друга петю вот он идет к петь и там до подходит бери звонит звонок вот ну и принципе понятно что есть некое ожидать давно ожидают что-то петь откроет дверь вася пришел здравствуй заходи ну или что-то вроде этого да там есть вариации насколько это можно отличаться от того что я себе там воображали ожидают но тем не менее зона комфорта более-менее понятно вдруг происходит какая непонятная штука нам приходит к этому петь и звонит 2 открывается туда высовывается хмурая морда петь и на ноги господи опять опять ты приперся слушай козел и дети ну нахрен вообще человеком не пристал и у вас и происходит что то есть что у него происходит на самом деле у него происходит очень странная штука вдруг в его жизни появляется ситуация которая ну во-первых находится за пределами зоны комфорта на то есть некий вариант номер два то есть происходит не то куда он собирался а происходит в Article 2 то происходит то есть происходит некое событие которая очень резко и болезненно отличается от того что он ожидал у него происходит то что называют разрывов по сути да то есть miał now ожидал никогда identique ну некую более или менее понятны его ситуацию случилась вообще непонятная ситуация и поскольку ситуация абсолютно ему непонятно в нем возникает у него нет готового шаблона реагирования у него возникает замешается он не знает что делать. И в этот момент, когда у человека возникает замешательство, он не знает, что делать, с точки зрения научной психологии у него возникает состояние, которое называется интриентная уязвимость. Поскольку готового шаблона нет, ему нужен какой-то шаблон, ему нужно что-то сделать, ему нужно как-то отреагировать, ему нужно принять какое-то решение или скопировать какой-то шаблон. Что-то сделать такое, чтобы избавило его от страданий, которые связаны с тем, что он сейчас попал в вариант развития событий, резко отличающихся от коридора его комфортности. Ну и что дальше? Предположим, что-то может происходить. Вот пришел Вася, дверь открывается, блин, опять ты приперся козел. Вася стыд говорит себе, вот урод, а, и уходит. Да, и казалось, что ничего не произошло. Ну, кроме такой маленькой штучки, да, вот такая штучка случилась, да, он некое суждение сделал, да, что его друг Петя урод. И, в принципе, может быть, даже потом, на следующий день выясняется, что у Пети был какой-то там эксцесс, там что-то не сложилось, там и так далее, да, и ситуация, в принципе, улаживается, но стоит очень интересная штука. У него есть травматическое переживание, которое содержит в себе замешательство, содержит в себе некое суждение. И это суждение никуда не девается, это суждение, оно как бы приклеено на этот заряд, на этот заряд замешательства. Намерение было туда, произошел разрыв, вот он разрыв, да, между вот этим и вот этим. И он принял некое суждение. Это суждение для него улаживало ситуацию. Если Петя урод, тогда все понятно, уроды себя так ведут, поэтому, в принципе, что, нормально. И происходит такая штука, как в том анекдоте, да, то есть на следующий день, когда ситуация уже, в принципе, рассосалась улаженно, как в анекдоте, где ложки серебряные нашлись, а осадочек-то остался. На следующий день он встречает Петю, вроде бы ничего страшного, привет, привет, ты обиделся вчера? Нет. Но где-то в глубине души у него уже не то. Он уже понимает, что, в принципе, вот и такие еще случаи бывают, да. И вот эта его глубинная потребность иметь настоящего друга, она уже остается, получается, в состоянии хронического недовлетворения, да. Такая вот штука. Ну или там другой пример. Допустим, это был не Вася, да, а это была Петина подружка, какая-то там Оля. То есть у них там с Петей любовь, ну и Оле есть определенное представление, как это все должно выглядеть, там и так далее, да. И она бежит радостно там с утра к этому Петю, звонит дверь, петь, открывает. И говорит, господи, ты курица эта припела, фигни отсюда, я тебе сказал. Оля в шоке, да, она плачет. Она идет домой, она сидит там на кухне, она плачет там, да, давится слезами, тут заходит ее. И Оле в этот момент импринтная уязвимость. Ей нужно какое-то решение, она не понимает, что-то произошло, у нее нет шаблона реагирования на это, да. Тут приходит ее добрая мама, говорит, Оленька, что случилось? И она говорит, я, ты... И тут мама говорит, что ты плачешь, все они козлы, господи. О, это решает проблему. Если все они козлы, иначе они могут себя так вести. Ситуация улажена, она перестает, то есть, она как бы, ситуация попадает как бы в некую капсулу, она же как бы улажена, да, то есть, с помощью этого суждения она улаживается. И она перестает быть травматической, как бы, а, ну понятно, все мужики козлы, они себя, оказывается, вот так вот ведут. Все, ситуация решена. И получается такая странная штука, да, что, как бы, вроде бы ситуация решена, то есть, понятно, что с точки зрения природы, такая вещь, она как бы играет некую защитную функцию, по идее, да, то есть, чтобы в следующий раз, вот ее так же не обидели бы, да, как она срабатывает? В следующий раз, когда она начинает дружить, там, не спеть, я с каким-нибудь Сашей, у нее эта штука уже заранее срабатывает, да, то есть, хоть какой-то малейший признак возникает, она идет к Саше, звонит в дверь, а Саша просто не открывает дверь, и это уже включается, на всякий случай. Такая вот вещь. То есть, когда есть намек на ситуацию номер два, срабатывает? Да, срабатывает эта штука, и срабатывает это суждение, да, и это суждение со временем накапливает на себе все больше и больше доказательств, в кавычки, да. Собственно говоря, вот эта вот штука, она, это анатомия, что такое травматическое переживание? Травматическое переживание – это резкое, болезненное отклонение от того, что случилось на самом деле, от того, что ожидалось, которое приводит к замешательству, которое улаживается с помощью бессознательного, как правило, принятия некой установки, которое как бы решает ситуацию, да, в момент вот этой самой импринятной уязвимости. И, в принципе, если посмотреть на, ну, то, что я снарисал, разрыв, это, собственно, и есть, ну, слово разрыв, особенно разрыв шаблона, оно известно благодаря рексонианскому гипнозу, собственно говоря, это одна из методик, которая там применяется. В чем смысл этой методики? Ну, у меня у нас есть специалисты, у меня поправили все что. Смысл такой, да? Ну, приходит, допустим, ну, даже, пусть будет какой-то бытовой контекст, да? Смысл в том, что человека можно подловить, иногда можно подловить состояние, так называемого, естественного транса. Что такое состояние естественного транса? Это состояние, когда человек выполняет абсолютно привычное действие, которое он делал миллион раз, ему не нужно включать думку для того, чтобы осознать, что он сейчас делает. И нужно порвать ему шаблон, то есть нужно каким-то образом сделать так, что он не сможет сделать это привычное действие. Когда ты рвешь шаблон, у человека возникает импринтная уязвимость, потому что у него возникает замешательство, и в этот момент его можно ввести внушение, позитивное внушение называется, да? И дальше наблюдать, как этот человек будет действовать в соответствии с введенным внушением. Это очень тонкое искусство, это нужно уметь подстраиваться, там, и так далее. Большинство людей, которые изучали рексонианский гипноз по книжкам, как бы, да, они делают очень топорную работу, потому что человек не так устудно заметить, как тебя пытаются порвать шаблон и ввести себе внушение, да? И можно получить по голове за такие фокусы, как бы, да? Но тем не менее, да, то есть что там делается, например, допустим, ситуация, переговоры. Два человека переговариваются, один, значит, специалист по таким делам, да? Что происходит? Два человека встают, один протягивает руку, ну, к своему компаньону, да? У того стандартной шаблонной реакции, которую осознавать не надо. Протянутая рука означает, что сейчас будет только пожать. И он протягивает руку в ответ, а тот вместо того, чтобы ее пожать, берет левую руку и перехватывает на запястье. У человека возникает замешательство и разрыв. И он, там, твердо глядя в глаза, говорит, мы с вами будем долго. И плодотворно сотрудничает, правда. И все. И вроде ничего не сделал, как бы, такого, да? У меня был один такой приятель, он где-то там, в книжке даже почитал, лежит по развлекаться. Знаешь, вот на работе элементарно сидит человек за офисным столом, у нее звонит телефон. Ну, стандартная реакция. Протянут руку взять руку и спросить, алё, правильно, да? Он тянет руку, я в раз за эту руку, да? Я ему говорю, пойдем попьем зеленый чай. Он говорит, хорошо, я руку отпускаю. Он отвечает, алё, поговорил, встает, как зомби, куда-то идет. Ты куда идешь? Он говорит, чай ты? Я говорю, зачем ты? Ну, ты же сказал, а ты хочешь попить чай? Он такой, да, вообще-то нет. То есть срабатывает такая штука. Понятно, что в жизни людей, которые вот нам такие вещи будут делать нарочно, ну, довольно нечастая ситуация, да? Ну, в жизни куда чаще встречаются ситуации, когда происходит разрыв шаблона естественного характера, да? Я что-то там ожидаю от ситуации, ситуация резкая, болезнь отклоняется, а я чувак не гибкий, туннель у меня маленький, так бы, да? То есть опций немного, мне это сразу же рвет шаблон, у меня возникает замешательство, и, по сути, получается, я беру первое попавшееся, ну, там, прихожу к другу, говорю, вот у меня такая фигня, он говорит, а это потому что... Я, о, зашибись, и скопировал, получается, да, ту штуку, скопировал себе такую установочку. Эта установочка мне зачем нужна? Эта установочка мне объясняет, как от такой ситуации в будущем избавиться, да? Ну и все. Субтитры создавал DimaTorzok